Здравствуйте, друзья! Друзья, сегодня я буду химичить. Настроение у меня такое. Хочется чего-то такого, не знаю, развеять, что ли. Грусть, печаль, приходит осень, наступает у нас потихонечку. Хотя погода еще довольно теплая, но деревья уже начали желтеть. Кстати, погода для октября месяца, конец октября месяца, 24-й год, плюс 16 вчера было, довольно тепло. Не помню, когда такая теплая осень была, но вот в этом году так. Но все равно природа берет свое и наступает какая-то, знаете, хандра. Хандра, уныние, не знаю. В общем, сегодня захотелось мне их похимичить. Что я буду делать, друзья? Я буду делать, смешивать, короче, смешивать эфирные и ароматические масла, чтобы, хочу попробовать воссоздать, хотя бы приблизиться. Я, конечно, понимаю, что, ну, не получится у меня создать тот самый, тот самый великий, красивый аромат, диалог. Все вы, я посмотрела, кстати, многие люди пишут в комментариях, многие его помнят. Тот самый, тот самый красивый, красивущий диалог. Вспоминают его. И очень странно, что никто из производителей, друзья, не возьмется повторить его. Ну, не знаю, почему. В общем, все печально. Ну, поэтому, скажем так, я немножко отвлекусь от своей печальки, от своей хандры осенней такой. И решила здесь попробовать все-таки что-то приближенное сделать. Да, не сто процентов, я это прекрасно понимаю, но все-таки. Вот. Кстати, друзья, пишите, пишите в комментариях, любите ли вы смешивать ароматы, либо как-то их дополнять, либо как-то их видоизменять. Я люблю, я довольно часто это делаю. Вот. У меня на этот случай есть эфирные масла, эфирные, и здесь и ароматические масла, не только. Вот. Притекает, что ли. В общем, если вы тоже любите, пишите, что вы смешиваете, как вы это делаете. Но я вам сегодня еще раз покажу. В общем-то, попробуем сделать диалог. Может быть, если и вы увлекаетесь эфирными маслами, вообще парфюмерии. Я любитель парфюмерии. Если вы кто не знает, то вообще я творческий человек, художник. Вот. Но, помимо всего прочего, еще сторона моей, грань моей, скажем так, жизни, моих увлечений, это парфюмерия. У меня много парфюмерии, на самом деле. В последнее время я уже перестала покупать ее в больших количествах, потому что складывать уже некуда. И понимаю, что она у меня так быстро не расходуется. Когда много флаконов, ну, как-то некоторые простаивают, не успеваешь все использовать. Вот. В последнее время, кстати, покупаю только избранно. Избранно. Допустим, понравился какой-то аромат, вот попробовала, понравился очень. Вот тогда я его куплю. Если он не запал в душу, то это, скорее всего, проходной. Мне такое не надо, потому что складывать некуда. Вот. Да. Кстати, нашла тут недавно такой красивый аромат. Друзья, вот прям расскажу, если не забуду, уже у меня полгода. Полгода собираюсь вам рассказать. Еще собиралась про новую зарю рассказать. Ну, как-то вот все настроение не то, понимаете, не то. Но в последнее время стали посмотреть мои видео про парфюмерию, что очень неожиданно для меня. Поэтому, возможно, будет настроение сниму. Итак, ладно, давайте приступим. Итак, друзья, аромат диалог. Тот диалог, который от Зинтарса. Был выпущен в 1980 году парфюмером Антониной Витковской. Это нынешний директор Новой Зари. Сам по себе аромат сладкий, альдегидный, фруктовый, свежий, фужерный, пудровый, древесный, цветочный. У меня, друзья, не все есть из той пирамиды, что я взяла с фрагрантики. Я выписала себе на листочек. Но постараюсь как-то это компенсировать, может быть. Ну, посмотрим, в общем. Дальше, друзья, диалог, который выпускает Новая Заряда. Недавнего времени выпускала. Он, кстати, тоже куда-то исчезает. Это немножко другой диалог. Здесь и пирамида поскромнее. Здесь альдегиды, роза, жасмин, пудровые ноты, древесный и ваниль. Ну, его, кстати, было бы, может быть, и проще сделать. То есть я бы, наверное, сделала его. Что-то очень похожее бы получилось. Но мы возьмем посложнее вариант. Диалог от Зинтерса. Всеми любимый диалог. Итак, мне не хватает некоторых компонентов. И поэтому, ну, я взяла два аромата. Может быть, еще какой-то возьму. Не знаю, посмотрим. Вот здесь у меня чистая роза. Прямо аромат розы, жирной, плотной розы. А здесь у меня аромат мускус и фрукты. В базе диалога есть фруктовые ноты, есть мускус, есть сладкие ноты. В общем, как-то это компенсировать нужно будет. Так что это мы тоже возьмем. Итак, с чего начнем? Я вот тут отобрала уже масла, какие у меня есть. Кстати, закончились очень много. Было у меня ароматическое масло и риса, было розы больше, но сейчас нет. Буду я делать маленький атомайзер. Если что, потом перелью. Просто вот такое вот горлышко удобное. Пипетки. У меня есть вот такие пипеточки. Не знаю, как они там называются правильно. Салфетки. Все под рукой. Итак, что мы делаем? Фиалка. Вот у меня есть аромат фиалки. Не знаю, скорее всего это синтетическое масло. Это смесь из натуральных и синтетических душистых веществ. Буду добавлять, друзья, в равных пропорциях. Постараюсь. А потом как-то я буду это компенсировать. Потому что формулу и пропорции я не знаю. Поэтому сначала все приблизительно в равных. Начну я с верхних нот. Альдегидов у меня нет. Пока что без них. Ландыш. Это тоже, наверное, что это у меня? Эфирное масло с жасмина. Ароматическое масло ландыша майского. То есть синтетическое масло с натуральным смешанное. Дальше идет у нас лимон. Лимон натуральный здесь, судя по всему. Бергамот. Дальше средние ноты. Кориандра. Кориандра у меня нет. Роза, ирис, почули. Есть у меня чайная роза. Я ее добавлю. Роза, ирис, почули. Ирис нет, почули. Почули. С почулями не переборщить. Его можно совсем чуть-чуть добавить, чтобы не уходило в ретро. Иланг. Иланг обожаю. Я его прям очень люблю. Его очень мало у меня осталось. Как раз, наверное, надо бежать покупать уже. Поэтому я его могу добавить прям побольше. Да. Жалко. Кончилось. Иланг везде добавляю, кстати, пробую. В общем, нравится мне. Далее. Гвоздика. Гвоздика там цветы, но у меня нету. Поэтому вот одну капельку можно, может быть, добавить все-таки. Все. Вот этой гвоздики. Гвоздики натуральной. Ядреный аромат. Так. Дальше. Сладкие ноты, фруктовые ноты. Ну, давайте добавим, что у меня тут апельсин сладкий. Апельсин. Ананас. Извиняюсь, друзья, села батарейка. Пришлось менять. И мандарин. Мандарин. Ну, естественно, ваниль. Здесь у меня вот написано абсолют ванили. А здесь просто ваниль. Давайте добавим и то, и другой. Побольше. Ваниль можно прям побольше добавить. Все-таки аромат у нас был сладкий. Фруктовый, сладкий, необычный. Вот это ваниль прям такая. Жирная. Жирная, жирная. Дальше. Дальше. Дальше я добавлю, друзья, вот этот аромат. Буквально тут один пшик. И добавлю. Это, кстати, Кхалис. Роза Бомб. В общем, бомбическая роза. Хотела его продать, но передумала. Не стала продавать. Собой понравился. Раскусила я его. И вот это у меня под Эрбапуру, аналог Эрбапуру, только Фрегранс Ворлд. Сейчас. Хватит. Хватит. Дальше. Добавлю глицерин. Буквально чуть-чуть. Все. И спирт. Спирт изопропиловый. У меня есть вот такой спирт. Я его здесь храню. В общем-то. А вот так. Перемешаем. Вот там жирное масло. Ваниль, наверное. Ну-ка. Да, растворяется нормально. А теперь, конечно, надо дать постоять. Ну, мне не терпится. Попробуем что-то. Если что, подкорректируем. Нет, роза здесь залила все. Пока слышу только розу. Почули и гвоздика, наверное. Больно мощно очень. Не хватает фруктовости. Поэтому, что у меня здесь есть. Так. Так. Так, так, так. Могу имбирь добавить. Сейчас. Где же у меня? А, вот. И манго. Имбирь. 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 Манго. Манго. Прям рекомендую. Такой вот. Классный. Манго. 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 Ох. Налила. Еще знаете, что хочу добавить? Потому что мне не хватает. Я вербена добавлю. Вербена лимонная. Вот. И. 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 Сейчас. Одну минутку. Есть у меня еще танжерин. Добавлю его. Несколько капель. Танжерин. Есть у меня перуанский бальзам. Тоже сладкий такой запах. Пару капель буквально. Немножко спирта. Так. Концентрация была полегче. Так. Добавляем. Он еще раз. А потом. Он уже неплохо. Только не хватает все-таки сладости Сладости, сладости, так Так, 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 что же, сейчас придумаем что-нибудь Итак, друзья, сбегала, принесла Вот такой вот есть у меня Атомайзер от Леванти Не знаю, покупала когда-то Рени Рени аромат называется клон дюб на манталь, по-моему, черная ваниль Очень хороший, кстати, аромат Это уже от 100 мл все, что осталось у меня Вот, вот это горькая, сладкая, горьковатая такая ванилька Вот ее я сюда и добавлю Потому что здесь не хватает сладости у меня Кстати, этот аромат очень стойкий Заполняет с собой все пространство Очень шлейфовый, прям Грандиозный Не знаю, кому как, а мне нравится Так, что еще? Попробуем Чуть-чуть Мне кажется, еще надо будет добавить каких-то фруктовых ноток Да Если будете делать Не добавляйте гвоздику Не добавляйте Ну, по чуре, может быть, одну каплю А можно и без нее обойтись То есть Хорошо бы оставить Фруктовые только ноты смешать Немного цветочных, опять же, меньше И побольше ванили Фруктов здесь не хватает Так Значит Значит, значит, значит Где у меня мои фрукты? Куда я их делала? Уж запуталась Давайте добавлю апельсин Апельсин И все-таки я добавлю манго Он и свежий, и такой Чуть-чуть с кислинкой Сладко-кислый Манго у меня где-то еще есть Про запас Купленный Наверное, уже все Цвет какой интересный Темный Ну да Что-то похожее Это, конечно же, друзья В общем, что-то похожее Отдаленно, конечно Но можно попробовать Поэкспериментировать Если любите Я иногда люблю Сижу, смешиваю, нюхаю В общем И показала вам Как это может быть Как это может происходить Вот Да Вот уже ближе Ближе, уже ближе В общем, друзья Спасибо за внимание Пишите, что вы думаете Любите ли вы смешивать Экспериментировать Я люблю Ну а на этом, друзья Я с вами не прощаюсь До новых встреч Всех благ Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok